Ну вот, пишущая машина EBM-эксекутив. Как я её называю? Красная жаба. Почему красная жаба? Потому что она большая, такая форма у неё как-то такая вот. Ну вот, я её не только дособранная. Вот, это я вот её здесь немного уже к жизни так вот привёл. Некоторые там места совсем были проблематичными, допустим, пробел. Ну вот, посмотрим на саму машину. Есть вот у нас катушка полагается, пластмассовая такая специальность, уже отсюда металлическая. То есть, здесь не обычные катушки группы 1, как обычно на машинах, но какие-то я вам потом покажу. Сейчас вот пока смажем вот это вот место заодно. И вот тут очки. Ну ещё здесь и так, в принципе, уже получше стало. Вот, машина, конечно, сложная, да, интересная к тому же, но сложная. Произведена она где-то возле Штутгарта. Под Штутгартом там произведена эта филиал был немецкой фирмы EBM, значит. Клавиатура у вот этой машины такая же, как у Шариковой EBM, но мне вот эти вот клавиши, они вообще не нравятся. Ну да ладно, а чё, как я их поменяю-то? Есть вот у нас функциональные вот эти вот клавиши, тут пропуск поля, табулятор плюс-минус, то есть садить, убирать. Это у нас сила удара, здесь у нас полушаг, вот, а вот это вот у нас перемещать поля. Поля у нас вот такие вот, кстати, вот этот вот полеустановитель, он не полностью здесь, так что надо будет его менять, договариваться там с одним знакомым. И просить у него вот этот вот полеустановитель, значит. Сбоку посмотрим на неё сбоку, вот она такая вот, ну включим, наверное. Сейчас лучше посмотрим, как мотор стартует. Вот у нас вот всё такое вот закрутилось, как в старом механизме гномов каких-нибудь, да? Вот, включаем, значит. Ленту, ну оно так трыгается, потому что нету катушек у неё, вот эту вот, если штучку отогнуть. Но я не могу её отогнуть, потому что у меня только одна рука свободна для того, чтобы что-то с машиной делать, а остальная, остальная, да, остальная рука, она мне держит телефон. Вот, здесь у нас, значит, интервалы междустручечные. Здесь у нас, с этой стороны, это у нас приближение и удаление вала от литерной корзины. И вот, кстати, у нас тут отменнейшая работает переключение регистра, который я тут настроил. Так, сейчас наведём. Вот, навели сразу же, причём. Вот у неё работа пробила. А так вот у нас пробил повторяющийся. Жамкаем на перенос, осмотрим, что случится. То есть, переведём калетку ещё раз. Вот это, вот это у нас прижим, вот это вот, шайбы к вращающемуся вот этому вот диску. В результате чего калетка как бы и переносится. Вот, посмотрим, на всё это в режиме реального времени. Вот так вот. Перевелась каретка. Кстати, ещё покажем, наверное, как у неё работает клавиша обратного хода. То есть, вот едва пальцем нажать и всё, и она уже работает. Очень даже такая приятненькая по ощущению. Без каких-либо лишних напрягов пальцев. Вот, работает, значит. То есть, клавиша обратного хода у неё хорошая. Вот у нас замок регистра. Есть у нас табулятор, но клавиши пока нет. То есть, клавиша, она, конечно, есть, но вот сейчас вот она не вставлена. Вот она, как выглядит. То есть, всё точно так же, как и у шарикового ибрема. Сейчас пока что выключим машину, чтобы отеть на неё клавишу. Не, я знаю, на что это похоже. Это похоже, по-моему, как-то на лифтовой механизм. Вот это вот. Вот этот вот узел там с ошкевыми этими. Что, не сидит, что ли? Ну, ладно. Не сидит. Там вообще бумажонка какая-то такая была здесь вот на рычаге. Так. Вот. Всё. А без бумажонки клавиша сидеть не хочет. Но я сделаю тут кое-что поподробнее. Я, блядь, поподробнее. Слушайте. Короче, я сюда клеем приклею клавишу. Вот у нас лифтовой механизм запускается. То есть, звук слышим какой-то, да? Звук здесь похож на Olympia SG35, которая у меня была. В принципе, довольно-таки тихий звук мотора. И сейчас покажем кое-что ещё. Вот. Это у нас пока что всё тут. Шкивы, ремни, все тут натянутые. Всё как надо. А вот слушайте, как работает мотор без вот этого, без ремнёв вот этих вот всяких. То есть, его практически вообще не слышно. Вот так вот он медленно останавливается, потому что это мотор со внешним ротором. У них ротор там потяжелее будет, поэтому они медленно вот так вот останавливаются. Едва-едва слышно, если вот только прислушиваться. Так не слыхать вообще ничего. Попробуем, значит, тогда просто остановить, конечно же. Попробуем отводить. Вот у нас, кстати, этот вот шкив такой вот, бакелитовый. Надо бы его помыть будет. Так я помою сейчас непосредственно после съёмки. Ну ладно. Одеваем, значит, шкив, ремень. На него. Вот он всё тут покрутил и включаем. Слышите, как поменялся звук? Вот так вот. То есть, это только шкивые вот эти вот они звук этот создают. Снизу я машину показывать не буду, потому что ремень её поднимать. Машина очень тяжёлая и очень огромная. Так что лишний раз её ворочать. Ну, сами видите, да, какая она тут огроменная. Просто монстр. Монстр какой-то прям вообще, да. Вот, посмотрим на неё ещё раз. Посмотрим на неё сверху. Каретку. Каретку ещё никто не видел. Каретку сейчас по этой причине, значит, тогда буду показывать. Вот она. Ну, всё тут тоже, правда, такое вот засмолённое. Вот вот эти вот и бремовские шарики такие вот большучие. И вот эта вот шкала шагов. И, в принципе, вроде как уже всё я показал. Больше показывать, как мне кажется, нечего. Вот это вот у нас. Это я потом почищу тоже. Вот эти шарики эти чистить надо. Короче, дохуя работы. Машина-то ведь она в ферме использовалась, а не в приватном там хозяйстве. Это там выставили её в eBay. Кстати, отдал за неё целых 18.50 евро. Ну, за счёт того, что довольно-таки надёжная электромеханическая канцелярка. За счёт того, что она редкая у нас тоже. Вот по этой причине, значит, отдал вот столько деньгов. Пришла, кстати, быстрая, как вот... Что, конечно, удивительно, но без каких-либо повреждений в плане механики. Да и внешне, в принципе, тоже довольно-таки хорошо пришла. Кабель с ней такой вот длиннющий был. Вот у него вилка такая вот старого образца. Но она новая. Если вот на неё посмотреть, она новая, белая такая. То есть, видать, свежую. Это вот недавно прикрутили. Вот. Значит, продавцы. Продавцы, они сказали, что это у них там дяди, квартиру дяди. И перерывали там старые какие-то вещи ненужные. И сбавлялись от старых вещей. И вот такую вот пишущую машину, значит, нашли. ИБМ электрическую. И вот. И вот она ко мне пришла. Такая, ну, такого плана тоже была. Плана такого, в смысле, механический. Но очень её отвратительно забаковали. И почта её просто расхуячила. Что, конечно, жалко было. Потому что машина была вот особенная. Особенная, которая вот та-то вот была. Особенно она была тем, что это электрическая канцелярка 50-х годов. Ещё американская даже, кажется. Вот. Так что. Очень сожалею, конечно. Про ту. Ну, да ладно. Она уже давно была. И вот. Теперь у меня вот это вот. В которой всё тут хорошо работает. С исключением вот этого вот ёбаного. Поле установителя правого. И вот здесь вот у меня ещё выключение трещотки вала. Сломалось. Сломался вот этот вот перед, так сказать, поводок. Ну, поводок я этот посмотрю. Я что с ним буду делать. Может быть, сваривать буду. Может быть. Хотя нет. Навряд ли сваривать. Он же тонкий. Наверное, я его с клёпками как-нибудь сделаю. Или жестяной какой-нибудь изготовлю. По крайней мере, ну, жестяной, конечно, могут. Там что-нибудь кто-нибудь мне сейчас сказать. Но, по-моему, всё равно лучше, чем ничего. Или же на крайнях, на самый, то есть, крайнях я упраздню вообще вот эту вот функцию. Уберу. Функцию вот эту. Кстати, у нас вот ещё функции такие вот у нас ещё есть. Это вот переключение. Силы удара. И вот это вот у нас, вот пружинение клавиатуры регулируется. Вот. Видаем, да? Да, не видаем. Не видать, короче. Ну, вот, в принципе, крозет, так сказать, вот этот вот IBM. Тут словов я, в принципе, достаточно сказал. У него ещё такие вот еле просматриваемые вот эти вот строкоуказатели. Ложбинки есть для карандашей, чтобы таблицы рисовать. Ну, и как-нибудь тоже почищу. А это у нас что такое? А это у нас корпус от IBM. То есть, когда оно всё подсохнет, потом буду её собирать. Вот. И уже подсохла пасмону. В общем, не сегодня точно её собирать буду. Ну, и на том, наверное, всё. Всё.